Да, вот у меня с вопросом к вам. Один человек недавно... Благословите. Бог в помощь. Один человек недавно обратился, не так давно, к Богу. Вот, но он уже сколько, я не знаю, его зовут Евгений Александрович. Вот. И ему есть тяга к Богу у него появляется. И он ходит в храм и получает там от богослужения великое удовлетворение. Вот. И вот он интересуется на одном из порталов, на одном из форумов. Ему попалась статья о неофитах. Что... И там говорится, что должны пройти годы или даже десятилетия, чтобы новый, воцерковленный, как он говорит, человек, действительно стал настоящим христианином. И что в состоянии неофита можно наделать много глупостей по отношению к близким и окружающим людям. Вот. Справедливо ли он рассуждает, такой человек? И подскажите ему, как ему правильно избрать путь. Ну вот смотри. Я буду говорить, а вы только успевайте открывать. Деяние апостолов, 2.38. Да, сейчас. Спрашивают тысячи людей. Один вопрос задают. Что нам делать, чтобы спастись? Некрещеные, ничего. Считай. И вот это отдай ему, крупно напиши, скажи. Повтори это раз десять. Неофиты. Вот и все стоят неофиты. Читаем. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. Все. Все. Можно уже начинать работать. Значит, покаяться надо, что слушал всякие бредни, которые вот есть. В этом покаяться надо. И ничего больше не считать. Пусть на наши ресурсы заходит. В одной только проповеди Иоанн Златоуст 50 раз открывает Библию, а сегодня он бормочет, стоит, сам собой любуется, тщеславное. И ни одного места из Писания нет. Люди верят тому, что он сказал. Ну и вокруг него батюшка сказал, батюшка благослови, батюшка, ну и все. Дальше никуда не идет. Нужно, чтобы человек научился у ног Христа сидеть, как Мария избрала благую счастье. Она избрала. И поэтому Господь ее похвалил. Поэтому, если они желают больше знать, пусть заходят на наши ресурсы. Я больше не могу посоветовать ничего в интернете, нигде нет подобного. Тем более, что у нас какие материалы есть, это все Вячеслав проскрутил. И там Николай Сироткин и другие работают. У меня 1300, кажется, проповедей сохранившихся. И они их сейчас по отдельности делают и выставляют. Я только сейчас с одной работал, о любви. Что такое любовь. Дальше. Книги. Вы ему скиньте сразу три тома. Я не знаю его. Я не знаю его, но я вам сейчас скину трехтомник в Ворде. Не в пейджмейкере, потому что программу пейджмейкера не каждый установит. А именно так. Три тома, полное толкование. 319 моих комментариев. С откровением Иоанна Богослова впервые вышло это. Трехтомник. За 2000 лет. Впервые. Вот все. Больше ничего не могу дать. И на наши ресурсы пусть выходит. Я все это еще раз вам скину. И там он будет заходить с нами. Сюда пусть заходит на занятия. На молитвы. И у тебя, скажи, не 5 лет пойдет на это. А 5 дней. Тебе много покажется. Тебе будет желание идти Евангелие раздавать. Свидетельство другим. Если он у тебя близко, посади его в машину рядом с тобой. Чтобы он посмотрел, как ты работаешь. Я видел, как у тебя идет дело. Сидишь, а сам будто бы за кафедрой епископ какой-то. Спасти Христос, Игнатий Тихонович. Ну, я знаю, о чем говорю. 27 сентября. Нынче будет 60 лет, как я проповедую. 60 лет ровно держу Библию в руках. С Библии прошел по водам и морю. За границей в тюрьмах. В лагере. Я знаю, что это такое. Как Бог дает силу. Вот сегодня только посмотрел. Это невероятно. Человек один там думает задать мне вопрос. А я в это время ему скидываю материалы по этой теме. Уже сколько раз говорю. Так как вы узнали? Я ничего не знаю. Повторяю. Я трясу просто. У меня нет образования. Ни гуманитарного, ни религиозного. Но у меня есть любовь к Богу и к Святой Библии. Все на этом. Вот так ему скажи. Скажи тебе имя дает Евгений. Это означает высокородный. Ты христианин. Ты не какая-то шваль подзаборная. Поэтому держи себя как надо. Бойся всякого греха. А чтобы видеть себя со стороны, имей хороших друзей. И открой ему 1 Иоанна 1.7. Считай. Да, сейчас. Так, читаем. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кровь на Голгофе, не в чаши, который смещенник по оставлению грехов. Что при счастье, оставления грехов этого нету нигде. Это жизнь дает. Кто не будет при счастье, не будет иметь жизнь. Он мертвецом будет 30 лет ходить. Вот смотри, бесноватый. Он ничего не знает, он не учится, от него все страдают. И вот он встретился со Христом. Что? Бесов изгнал? И теперь только я. Он боится отойти. Как бы его опять бесы не захватили. Господи, я с тобой пойду. Нет, иди и скажи домашним. Домашним? Так он захватил округу, какую пошел по городу. Бесноватый. Два часа, может быть, не прошло. Где эти месяцы? Готовятся, когда к окрещению от 3 до 5 лет. Да, это так. К окрещению. Когда он все узнает, свидетельствует, но еще проверка идет. А если он все это знал, то достаточно месяца, может, несколько недель. Речь идет о язычнике. И правила они все на своем месте. А почему? Вот у нас, когда я в университетах вел занятия, сразу дается человеку два поручителя. Спрашивается, кто хотел бы быть поручителем. Они идут на работу, идут к нему в университет. Вот с ним вместе находятся. Все объясняют, приглашают к себе. К нам главная наша ошибка, вот наша, моя ошибка. Люди считают, что мы не разрешаем к себе звать. Он должен сам понять, увидеть и попроситься. Мы ни одного человека еще сюда не звали. Мы только на ресурсы можем послать. А к себе он прочитает и тогда попросится. И с поручителем придет. Мы ему разрешим прийти один и другой раз, но уже накладываем на его ярмо. Сразу же. Говорим, ты к нам можешь ходить или не ходить. Но если ты будешь ходить, дома сидеть или на даче, воскресный день, то ты должен дать письменное объявление. Почему? Что у тебя случилось? Наводнение, пожар. Если ты скажешь, ну, к нам не пришел, он три воскресенья не было. Почему не был? А я ходил к католикам. Это дело твое. Мы принимаем тебя и дальше. А тот говорит, а я был у свидетеля Иегова. Да ты ходил, принимаем. Но если нигде не был, лежал, спал, играл в шахматы, то уже больше мы не принимаем. Мы заранее предупредили. У тебя должна быть обязанность перед Богом, чтобы ты воскресный день хотя бы два часа, три часа посвятил Спасителю мира. У меня близкие знакомые из администрации края, администрации района. И ходили они, и борода не трогают. Стали пропускать. Два предупреждения, и мы сказали, больше вас не принимаем. Они нигде не были. А если бы ходили в это время к баптистам, можно приходить. Вы поняли, что мы делаем? Мы не приглашаем. Почему, спрашивают? Чтобы они вместо истинных христиан карикатуру не увидели. Вот как я ставлю вопрос. А когда он сам будет здесь, он не будет наводить эту критику, потому что карикатура уже он будет. Тут все обдумано. Вы сами видите. Вы видели крещение, только полное погружение в воду. И чтобы бесплатно. И чтобы исповедовал Господа. Ну, как вот у нас крестят. А это уже труд. Ну, а когда он будет с нами вместе, он уже пойдет. Вот я не могу себя вам показать. Не знаю. Только сейчас вот включу. Так, посмотрите. У меня улетит оно все. Выключается. Чтобы он научился молиться, делать правильные поклоны. Точно лоб. Точно где у тебя пуп находится. Правое точно. И левое. Не так вот. Вот сюда вот патриарх. Стоит вот так крест. Это волшебный крест. Переворощенный. И поклониться так, чтобы не сгибая колени, рука могла пол достать. Поясной поклон. А земной, чтобы лоб, руки, колени были на полу. То есть как мусульмане заканчивают, так и мы. Я в мечети так молился. У мусульман. Последний поклон. Они суровые такие, воины сидят. А когда я встал, я поклонился и долго не вставал. А перед этим с поклонами просчитал. Они вокруг стен, между двумя намазами. Ну, двумя молитвенными правилами. Они сидят, отдыхают. Мальчик там один. И когда я встал, они кольца в три вокруг меня. В Баку. Азербайджан. Так сурово смотрят. Я стал говорить, ну, пять минут не прошло. Они у меня по плечу хлопают, улыбаются. Я тоже учился там, знаю. Все, дверь открыта. Никогда не настаивай на своем. А скажи, так-то написано. Я вот говорю, если вы желаете. Ну, все равно вы где-то с мусульманами встретитесь. Это два миллиарда. Вы им подскажите, что в эту книгу мы не критикуем. Мы только спрашиваем, почему вы ее не любите и не считаете. Они сразу, как не любим? Любим. Я говорю, открывай пятая сура, 68-й аят. Пятая сура, 68-й аят. Это смертельно. Там написано, Всевышний, они его признают. Дал нам инжил, Евангелие. Чтобы я по нему поступал. Я по нему и поступаю. И ваша книга меня одобряет. А пятая сура, она называется Аль-Майда. И они говорят, как называется? Сразу ответить, Аль-Майда. А по-русски переводится трапеза. Трапеза. Это для нас пятая сура. А что-то пять органов чувств охватывает. Я весь Коран считал до конца, старался. И вижу, они его не знают. А, это вы говорите неправильно, перевод неправильный. А ты открывай. Пошли к муле. Пошли к имаму. Все. Нащупать я нащупал. Главное место. А 47-й аят, в этой же пятой, говорит. Мы, люди Писания. Я говорю, когда умер ваш организационный? А кто? Ну, кто назовите? Я не хочу назвать. Кто? Мухаммад, это Магомед зовут. Он умер в 632 году, запиши. Ни один не знает. Один только сказал приблизительно. 630. Так вот, он называет нас людьми Писания. А в 639 году Писания вообще никакого не было, кроме Библии. То есть, мы люди Библии. А 68-й аят, говорит. Мы люди Евангелия. Да если бы мы с ними-то занимались. 2 миллиарда почти. Хотя христиан насчитывается 2 миллиарда 450 миллионов. Ну вот. Маленький вам ответ. Да, благодарю. Спасибо. Слава Христу. Я рад, что ты заглянул ко мне. Я сейчас с Николаем разбираюсь, где ему работать, подсказываю. Ему дают советы. Хорошо, что он рассматривает это. Я говорю, я на стройке работал. На первом месте земледелец. Не поешь, помрешь. Второе одеть. Меланжевый комбинат. Третье строительство. А все остальное. Большая очередь. Все специалисты, там, журналисты стоят с вылизанной чашкой, ждут, когда им плеснут что-то. А мы не ходим по людям. У нас в храме с тарелкой не ходят. Вы видели. За крещение не берут. Почему? Десятина святая. Она павильона. Если человек не платит, Господь говорит, проклятием вы прокляты. Ну, считаем, Малахия, вторая и третья главы. Что вы обкрадываете меня. Десятина нам не принадлежит. Господь сказал бы, вы не платите жадное. Нет, говорит, обкрадывайте. Вы мое своровали. Моя десятина к тысяче. К 900 рублей я положил сотню свою. Ты иди своей рукой подай. Больше ничего. У меня жена, она на улице, где жили тут. Она испечет, покажет, где живут. Их бабушкам пошлет маленького. Он бежит туда. Он приучается давать. Не около церкви, попрошайкам, пьяницам. А действительно нуждаются люди где-то. Обед сготовила, послала. Он принес своей рукой. Там блинчики какие. За тебя молиться будут. И ребенок приучается. Поприще-то какое открытое. Какой президент-то у России. Его там клемят. Свобода нам дана. Что нам нужно? Нам дано право молиться, а не судить. Я уже объяснил по Украине-то, что какая причина, кто виноват. Там этот ролик крутанули, а Елена к себе поставила. Ей кажется, за одну ночь больше, чем у нее было до этого подписчиков. В несколько раз. Я говорю, оттуда вся зараза шла. Все ереси. И Господь перестал. Опустил меч. И проклят его удерживает. Не надо молиться, чтобы прекратить. А только, когда будет воля твоя. Проклят, то меч Господень удержится от крови. Иеремия 48.10. Запишите и заучите. Два проклятия сразу. Второе. Небрежное дело Господне делает. Это так. Как попало к крещению все. И все ереси оттуда шли на Россию. Они развратили всю Россию. Священники не хотят крестить. Больше, наверное, половины здесь украинцы. Вот пришел меч Господень. Вот и все. Встало на свое место. Мне тут вопрос задали. А как относитесь, что патриарх благословляет это убийство и прочее? Я говорю, как можно относиться? Мне не спрашивают, как относиться, а как молиться. Я говорю, мы не воюем. Мы не убийцы. Мы молимся за него. Больше я ничего не могу сказать. Не злословь. Я говорю, неправильно креститься. Это дело Господне креститься. Да, он вот так крестится. Вот сюда вот рука. Он запрещение разу не донес. Я про это сказал. Почему? Я верующий, вижу соблазн. А остальное это выше моего разумения. Нельзя освещать оружие. Нельзя. Пусть они сами делают мирские люди. Пусть он заботится о своей пастве. Вот я что могу сказать. Я его и не осудил. И в то же время не одобрил. И в то же время усилил молитву о нем. Ему имя дано Кирилл. А Кирилл означает солнце. По-персидски. Так пусть он светит солнцем, а не затмением. И все. Я, получается, наверное, тогда получается, что я согрешил. Я написал так, что не считаю благословение здравым. Такое верующий не должен делать. Это как Иуда, предавший Христа. А то еще так. Получается, я согрешил. Да, Николай, а то начинает. А мы его не поминаем. От него не убудет. Поминаешь ты, не поминаешь. Мне дано повеление. Прямое. Молите за царей и начальствующих. Тем более за первого священника. Повеление я его исполняю. Мы поминаем правителей мира. Всех. Называем по именам. У меня ролик есть такой. Лукашенко Александр Григорьевич и Кадыров Рамзан Ахматович. Вот две фигуры в России и рядом с нами. Нападает какой-то там Яшин, Илья. Я не боюсь никого. Да его еще не давили ему. Хвост отрубят сразу. От них ничего нету. А Рамзан закрыл. Через него Господь закрыл. Ни взрывов, ничего нету. Которые были против. Он знает, что с ними делать. А понимаете, он то, другое делает. Он сумел остановить. А против него там государство. Там ИГИЛ. Там Талибан. Готовили сколько убийств на него. И он сумел все перехватить. И которые были у них, он всех вернул. Я очень близко знаю его. У меня письменная благодарность от него есть. И от Лукашенко. Тут одна у нас есть сестра. Очень хорошая. Она ходила на митинги против Александра Григорьевича Лукашенко. Я говорю, что ты делала? Так она сейчас до того раскаивается. Да как я могла? Ты посмотри его, какие дает им слова. Как отвечает. Какой плацдарм создает для веры. Вот и все. И он когда узнал, что за то, что человека заставляют. Как он поднялся? Чтобы не делали это. Кому надо, пусть надевают. Кому надо, пусть делают сто раз. Как Жириновский. Восемь раз сделал. Скопыльнулся. К слову сказать, Жириновский. У меня последнее его выступление. Когда он говорил, я его записал. Его обрезали сейчас. Он говорил. Сам стоят на мордике депутаты. 40, там 5 миллионов сделали. А остальные 70 миллионов нигде не делают. Это саботажники. Орет, как всегда, саботажники. Их надо арестовывать. Их надо держать в концлагерях там. Поднялся какой-то. Я сказал, это последнее выступление. Бог отрубит рога этому дьяволу. И все. Он скопыльнулся, как не было. А как вы знали? Я Бога знаю. И знаю Божьи дела. И все. А что, венков много было? Все будет сожжено. И через год уже все по-другому будет. Это саботажники. И они болеют. Саботажники. От них мы заражаемся. Понял? Он безумный. А дальше впереди говорит. А вы знаете, вирусов миллиарды. Нет, не миллиарды, говорит. А триллионы. И мы пришли на землю после них. Мы их дети. Ой, дети вирусов мы. Он безбожник. А патриарх к нему в гроб склоняется и целует, когда он лежит. Что я буду молчать-то? Вместе с патриархом-то и я, я говорю, к безбожнику нельзя прикасаться. Ну, я говорю, 2 октября, житье такого-то, 5 марта. Откройте, посмотрите. Еродивый Андрей идет, ему видно. Хоронят важного человека. Попы идут, епископы со святыми у покой. И вдруг ему глаза открылись. Он видит. Дьявол. Подходит. Вытаскивает из него. Трезубцем бьет. Демоны летают и сыпят пепел из мешков. Зловоны, видно, все туалеты опростали. Будьте вы проклятые христиане. Человека повинного во всех грехах. И вы в царство небесно толкаете. Это в житиях святых прямо написано. Дмитрий Ростовского. Вот и все. То, что они там прославляют, там говорят, это все против них будет. Этот человек Бога совершенно не веровал. Он его не знал никак. Нигде. А президента, я вижу, он в храме стоит. Я вижу, как он перекрестился правильно. А сейчас как патриарх стал делать. Развратил он его. Я вижу это все. Я могу это сказать, потому что дело касается божественного. Я христианин православный, поэтому позор падает на меня. А его дачи, его торги меня не касаются. Я говорю, что относится к вере. Он как попало крестится. И в это время вокруг демоны стоят. Это говорит не Игнатий Лапкин. Это говорит святой Анзлатоуз. Небрежную маханию руки бесы радуются. Вот и все. Они хлопают, в ладоши стоят. И мы должны это сказать. Неправильно человек крестится. Неправильно. Абсолютно неправильно. Я специально здесь показывал, как патриарх службу ведет. И когда он крестится, опускается рука. Дальше вот это. Вот где грудь, дальше никак. Вот сюда вот. Вот здесь вот. Это поперящий вот так. Вот. Ну не трудно же, он же не болящий. У меня рука вывернутая была. Я вот так руку поднимал. И другой рукой тащил сюда. И всех предупреждал. У меня поясница. Три грыжи на стройке заработал. Сделали операцию. И поэтому я не могу наклоняться. И я вот три года мял. И наконец хрупнул. И я сейчас кланяюсь. Как будто никогда не болел. А две грыжи в запасе. Так меня берегли как. Мне нельзя было сидеть. Только лежать или стоять. Так там ванну опрокинули. На столе давали есть. А только стоя. Не больше трех килограмм. Почему? Любовь я ее ощутил. Дети строго держу. У меня привозят дети отбой в девять. А меня чуть не в двенадцать. И весь лагерь меня ждет. Деревню встречают. А меня в телеге лежащего привезли из операционной. Вот как. И все это радостно. И говорят. Вот вы что-нибудь. Видения не было. Но когда этот шланг дали. Это наркоз. Я потерял конечно сознание. И вдруг вижу я в лагере. Нахожусь. Солнечный день. И вот где в лагере скамейка. Где там играют в теннис. Просушивают одежду. Сидят ребятишки. Я их всех узнаю. И вдруг ходят белые-белые такие. Кто-то и что-то им дают. И говорят. Я не знаю кто. Солнце бьет. И они настолько белое одеяние. Невыразимое. И в это время. Я уже на кровати. В реанимационной. И стоят врачи. Тут профессор. Он стал. Довженко. Гляжу. Губернатор края. А он-то зачем. Вот. Все к одно к одному. Какая-то делегация из Германии. Приехали. Они показывали. Я прихожу в сознание. И хирург меня щипет. Откликается на боль или нет. Потому что перерезать нервы могли. У человека обычно там два ствола. В позвоночнике. У меня один. Необычное такое устройство организма. Ну я их увидал. Ну что. Поздоровался. А люди-то не знают. Думают. Ничего себе. Губернатор пришел проведать. Меня просто замели туда. Ну уже на третий день. Я стал проситься в тренажерный зал. Там наш брат работает. Виктор Андреевич. Давай делать гимнастику. Спросил. Что можно делать. А которая. Еще до моей операции. Их вниз головой стояли. Там тряслись. Они так и стоят. Нельзя повернуться. А мне дало. Потом лекцию они считали в Санкт-Петербурге. Врач говорит. Как так легко. Эта операция очень тяжелая и опасная. Потому что межпозвоночная. Которая прокладка там дается. Она вылезла. И нервы за собой потащила. И ее вырезать надо. Чуть-чуть задел нерв. Палец один или другой мертвый. Я так. Немного. Не специалист. Но это я попутно все сказал. Доверяйся Богу. И он сделает как надо. Патриарха мы поминаем в молитвах домашних. А на богослужении мы его не поминаем. Мы к ним не относимся. Но когда бывает служба. От них приезжает священство. Или сам митрополит. Тогда поминают. Мы не против. Вот и все. То есть надо выбрать золотую середину. А дома мы поминаем каждый день. Папу Бенедикта. Которого отстранили. И Франциска. Каждый день. Вот и все. Ну я ему тогда перенаправлю просто наш сайт. Покажу. Да. Я тогда к вам еще кину. Чтобы он занимался. Трех топик считал. Вот ко мне сейчас стущатся некоторые. Приводились каждый день. Я вижу дело не пойдет. Я как будто дойная корова. Они приходят телята и сосут меня. У меня время нет. А я им сейчас материал это скину. Занимайтесь сами. Я же отвечаю это по книгам. Я не имею каких-то откровений. Что кроме меня никто не имеет. Нет. Это от того что я много считаю. И много знаю. И много ссылаюсь. В первую очередь на святую библию. Да. Нужно самому трудиться. Конечно. Тем более труд-то уже готовый. Я златоустые 12 томов начитывал на пленке. Не считал. А начитывал. То есть с выражением. И говорят. А как вы там все везде по славянам написаны. Места писания-то. А я вот так вот читаю. По диагонали называется. И у меня глаза вот так как бы. Я не могу пояснить как. Я заранее вижу что там есть. А магнитофон-то крутится. Я же не могу остановиться. Подожди. Я прочитаю там. Я на память эти места считаю. Дальше опять по-русски считаю. А потом опять место. Я опять. Пока подхожу к нему. Я уже сразу вспоминаю. Какое место писание. И как там перевод дается. Люди не верят. Это неужели всю Библию так. Я не могу ответить. Я могу сказать. Не мое. Это только Господь мог так сделать. И вот. Остался живой. Да. И в житиях так же. Там как только место писания. Но там реже. Я их точно так же. Не останавливал магнитофон. А бывает у меня на оригинал пишут два. На разные пленки. На 375 метров. Это 8 часов 20 минут. И на 525. Звучание 4 дорожки. 12 часов. Вот так. Ну что. Благодарю, Игнатий Тихонович. Да спаси Христос, Александр, что зашел в гости. Давно тебя не было. Ты пощащей ко мне заглядывай. Мне приятно с тобой встречаться. Мы работали вместе. А нынче-то прорвало. Где мы делали. Прорвало. Все смело буквально. Андатры. Бобры. Они столько зла делают нам. Что делать не знаю. Не знаю. Я ходил в охотный союз. Чтобы пришли навели порядок. Иначе. А он главное днем-то не вылазит. А только ночью. Сколько росло вокруг берез. Береза ну. 40 сантиметров в диаметре больше. Все повалил. На чурки распилил. И унес. Батюшка. Скажите. Не знаю. Где чурки эти. Росли которые маленькие березки. Тополя. Все повалили. Все. Что-то они у них там какой-то видимо ценностью считаются. Обычно они плотины строят. А у нас плотину ломают. У нас особые бобры. Ну что. Если ничего нет. Я отхожу. Все. С Богом. С Богом. Благодарю. Сейчас скину.